Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня мы рассмотрим одну ситуацию, которую мы, в принципе, уже рассматривали, о которой говорили. Но я бы хотела рассмотреть это в несколько ином ключе. Ребёнок в музыкальной школе, начиная с первого класса, может играть только те произведения, которые способен выучить по нотам. То есть ничего из того, что он не может разобрать по нотам, он и играть не сможет. Это ставит очень сильное, очень серьёзное ограничение на всю его игровую практику. Я понимаю, почему это делается. Потому что без нот не происходит профессионального обучения. То есть это всё останется на уровне дилетанта, если ребёнок не научится играть по нотам. Но посмотрим, что происходит дальше. Идут годы, его навык чтения нот развивается, и в какой-то момент он начинает довольно свободно разбирать по нотам произведения. И тут оказывается, что техники-то его не хватает для того, чтобы их хорошо исполнить. То есть в самом начале у нас не хватает нотного навыка для того, чтобы быстро расти в техническом плане. А затем нотный навык приобретается, а технические-то навыки оказываются недостаточно развиты. И получается, что мы ходим по замкнутому кругу. Я часто говорю, что это не касается всех детей, но это касается большинства детей. Вот вся эта ситуация привела меня к тому, чтобы найти несколько иное решение, которое дало бы и изучение нот, причём эффективное и серьёзное. И в то же время убрало бы препятствия к развитию техники. То есть вот этот момент, мне очень не нравится этот момент, когда ребёнок может играть только то, что он может прочитать по нотам. Но поскольку он в самом начале ноты знает плохо, но он же только их изучает, это естественно, то вот это ограничение весьма существенное. Пусть он что-то прочитать не может пока по нотам, но играть-то он может. Он может играть гораздо более развитые, более сложные произведения, чем те, которые на первых порах даются ему в чтении нот. Мы даже не можем проанализировать, на что способен ребёнок, каковы его технические данные, потому что мы не даём ему пищу для развития техники. Смысл даже не в том, что вот ребёнку сложно играть по нотам, а в том, что вот эти простые произведения, которые предлагаются в первом классе для изучения, они не дают достаточной хорошей пищи для развития техники. А тот материал, который необходим для развития техники в младших классах, дети по нотам разобрать ещё не могут, не тот уровень разбора. И вот тут мы подходим к такой теме, которая очень обсуждается и очень часто в негативном ключе, а именно увеличении до-нотного периода. Хотя то, что я предлагаю, это не совсем до-нотный период, он и до-нотный, и нотный одновременно. Существующая система жертвует техникой ради нот, но я не хочу жертвовать ни техникой, ни нотами. И поэтому я предлагаю вот что. Нужно в начальных классах как можно больше произведений играть без нот, но ноты учить обязательно тоже, по другим, более простым пьесам или по нотным азбукам. Мы учим ноты по нотным азбукам, это очень эффективно. И также мы играем ручные пьесы-упражнения. Они специально написаны для безнотного изучения, и они есть на все виды первоначальной техники, но только нельзя упускать ноты. Я пришла к пониманию того, что совершенно необходимо детям учить ноты по специальным книгам, по нотным азбукам. Я написала три таких нотных азбуки для разного уровня. И вот я хочу сказать еще что. Вот ребенок учится чтению, обычному чтению. Я говорю не о нотах. Он учится читать. У него на это уходит определенное время. И хотя научиться читать обычный текст значительно проще, чем научиться читать ноты, и знаков меньше, и не связано это никак с техникой, с исполнительской. И кроме того, буквы так или иначе всегда встречаются. Они встречаются на обложках, они встречаются в интернете, они встречаются буквами подписанные, шоколадки, игрушки. И тем не менее, дети учатся читать по букварям. То есть, несмотря на то, что научиться читать проще, чем научиться читать ноты, у нас все равно есть специальные книги для этого. Буквари. А что же в нотах? Мне кажется, я в этом уверена, я считаю, что тоже нужны специальные книги. Самое главное, что дают азбуки, это то, что ученик учится читать ноты как в букваре, от буквы к букве, от нотки к нотке, от задачи к задаче. При таком подходе у нас не возникает вот этого вот круга замкнутого. То есть, сначала ребенок не может играть ничего из того, что он не может прочитать по нотам, а потом, когда он научится читать ноты, он, оказывается, технически не готов к исполнению сложных произведений. Если посмотреть вот какие-то бытовые такие вот наглядные примеры, вот, например, в садике ребенку задали выучить стихотворение. Мы же учим с ребенком, с маленьким, стихи не по букварю, не по книжкам. Мы же учим просто через живую устную речь. И считаем это нормальным. Мы же не думаем, что, а, мы не должны так делать, потому что он же должен учиться читать, он должен это все вот по буквочкам прочитать, иначе мы ему не позволим выучить стихотворение. Мы же так не думаем, потому что то, что он учит стихи, он развивает память, он развивает способность выразительной декламации, да, к образному какому-то мышлению. И это нормально, то есть у нас не встает вот этого вот какого-то противоречия внутреннего, то, что мы не можем позволить ему вот это делать. Нет, мы это делаем. Или еще дальше пойдем. Ребенок сначала учится говорить, потом он учится читать. Мы тоже, мы не учим его разговаривать по книжке, потому что речь – это нечто такое живое, живая речь. Ребенок осваивает ее естественным образом. Не сразу, постепенно. И что важно, почему важно все-таки давать ребенку играть без нот долго, сколько нужно будет ему для того, чтобы он освоил вот эту вот естественную, живую игру на инструменте. Когда он сразу начинает, очень быстро начинает учить по нотам, он потом очень долго играет, ну, как-то вот неестественно, что ли, несколько жизней не хватает в этой игре. Но опять-таки возникает такой вопрос. Вот без нот-то выучить произведение ведь тоже очень сложно, и не каждый ребенок его запомнит. И я совершенно с этим согласна. И вот ручные пьесы, они специально созданы для того, чтобы их можно было выучить без нотной записи. И они основаны на всех первоначальных пианистических задачах. А основная функция именно дать возможность ребенку развивать технику с самого начала, пока еще навык чтения нот у него не окреп и только развивается. Они созданы для того, чтобы не тормозить искусственно технический рост. Потом давайте посмотрим еще с одной стороны. Чтение нот и игровой навык, они опираются на совершенно разные технологические задачи, на разные навыки. Потому что чтение нот в первую очередь опирается на интеллект, на графические представления, на умение расшифровывать знаки, переводить их в конкретные какие-то действия. Игра на инструменте опирается в первую очередь на координационные моменты, на слуховые навыки, на физику. Также при игре, например, ручных пьес-упражнений у ребенка развивается ведение диапазона. То есть мы уже не сидим вот в этом небольшом диапазоне скрипичного ключа, который мы изучаем, и немножко басового. У нас вся клавиатура перед нами, пожалуйста, мы свободно ей пользуемся. То есть при игре ручных пьес-упражнений не существует никаких искусственных ограничений для развития пианизма. В этом самое главное, на мой взгляд, их задача, их цель, их ценность. И кроме того, мы не должны забывать одну вещь – ноты. Это способ записи музыки. Сама музыка живет посредством исполнения. Да, в нотах мы хорошо видим структуры. При помощи нот мы можем многое проанализировать, очень удобно показать слои, фактуры, все вот это. Но сначала ребенок должен понимать, что это такое, что это за фактура такая, из чего состоит, что это такое. Ведь ребенок приходит к нам, он же ничего еще пока не знает. Есть большая разница, показываем мы ему в нотах или показываем мы ему в живой практике, в живой естественной практике. Это очень тонкий момент. Вот, например, я очень долго преподавала инструментоведение и оркестровку студентам. Там был такой момент, анализ партитур, естественно, да, прослушивание партитур. И есть такая практика – слушать с нотами. Это очень хорошая практика. Но я никогда не позволяла детям слушать, студентам, уже студентам, которые прекрасно в нотах ориентируются, и никогда не позволяла первый раз прослушивать по нотам. Почему? Потому что все, сразу же включается вот анализ зрительный, вот фактура вот здесь вот все, а уши при этом, они не так работают, не так активно. Совсем иная ценность, совсем иной уровень понимания музыки идёт тогда, когда студент сначала прослушивает произведение без нот и слушает, где что, где какие линии идут. То есть мы же, собственно говоря, музыку воспринимаем слухом. И тогда, когда вот он сначала проанализировал вот это всё, услышал, тогда уже второй раз, или третий раз, или четвёртый, сколько нужно ребёнку, чтобы вот музыку вовнутрь себя пустить, прослушать её, проанализировать, именно со слуха. Только тогда мы открываем ноты и смотрим. Ага, вот оно, то, что мы слышали. Вот композитор так сделал. Вот здесь он сделал такую дублировку. Вот здесь он сделал такую фактуру. И поэтому это так звучит. Если мы сначала по нотам слушаем, слушаем, у нас не возникает такой полной картины. То есть это несколько происходит всё в отрыве. В отрыве от жизни. В отрыве от живой музыки. Точно так же происходит у ребёнка, который сразу начинает учиться по нотам. Он не знает кухни. Он не знает музыки. Он не попробовал музицировать. Вы знаете, вот прибыл бы инопланетянин на Землю, ему бы сразу посадили его в институт, да, обучаться, в колледж. Он, наверное, ничего не понял бы сразу. Да, он бы делал, он бы что-то изучал. Ну, это всё гипотетически, конечно. Но когда к нам приходит малыш и садится за пианино, он столь же не сведущ в музыке, как, скажем, человек с другой планеты, не сведущ в жизни землян. Нужно сначала ощутить саму музыку. Нужно поиграть. Нужно послушать. Нужно понять, как это устроено. Нужно свои первые музыкальные какие-то вот опыты в музыке возыметь. Практически, да. Слушание – это одно. Но мы прекрасно понимаем, что человек не музыкант, который слушает музыку, он слушает её иначе. Он просто слушает чувства. Он же не слышит, где там что, как это происходит. Мы музыканты, мы слушаем музыку иначе, потому что мы знаем, как она устроена. А также вот такой момент хотелось бы осмотреть. Вот среди взрослых музыкантов разного совершенно уровня каждый музыкант прекрасно умеет читать ноты, играть по нотам. То есть мы не встретим музыканта, который это не умеет делать. Но мы встретим достаточно много музыкантов, у которых, например, не слишком хорошая техника. Или музыканта, который не может очень выразительно, очень интересно исполнять музыку. Почему? Потому что, по сути своей, нотный навык, он гораздо проще всего остального, что есть в музыке. То есть читать ноты в итоге научатся все. А вот исполнять вот это, иметь хорошую технику, иметь хорошее понятие о прикосновении к инструменту, это гораздо более сложная задача. И как же получается, что, начиная обучать ребёнка, мы во главу глаз ставим то, собственно говоря, не самое важное, не самое сложное. А мы ставим ноты, которые сразу, вот это вот самое сложное и самое важное, сразу на несколько лет тормозят это развитие. Мне кажется, это неправильно. И я ещё раз подчёркиваю. Я серьёзно отношусь к нотам, иначе бы я не писала эти азбуки. И не занимались бы мы так вплотно ритмом. Собственно говоря, что мы делаем по книге «Его Величество ритмом»? Это тоже уже чтение нот. Только пока ещё ритмическая составляющая. Когда мы переходим к азбукам, эта ритмическая составляющая дает нам возможность автоматически читать ритм. И это здорово. Это очень упрощает весь процесс чтения нот. Мне не нравится, что период безнотного обучения, если он выходит за рамки месяца или двух месяцев, если он превращается в год или в два года, или даже в три года, мне не нравится, что это воспринимается негативно и как непрофессионализм. Да, если за этим ничего не стоит, то есть если ребёнка только обучать с показа, я согласна, что да, здесь уже идёт такое полупрофессиональное обучение на любительском уровне. Но если параллельно с этим проводится серьёзная работа по изучению нот, по обучению чтения, с листа, со всеми сложностями, со всеми сопутствующими задачами, то это не должно восприниматься негативно. Я предлагаю глубже посмотреть на этот вопрос. Не нужно сторониться без нотного способа разучивания. Если дети параллельно учатся читать ноты, то у них будет и техника, и нотный навык. Те дети, которые играют вот в этом блоке, выучили эти произведения по нотам. Некоторые из них параллельно играют ещё ручные пьесы упражнения, без нот. Но, как правило, наступает такой момент, когда без нотное разучивание уже просто не нужно. Зачем, если гораздо проще выучить по нотам? Ведь нотный навык окреп. Но поначалу все эти ребятишки находились на очень плотном без нотном обучении. Играли в основном ручные пьесы упражнения. Учили ноты по азбукам и постепенно стали добавлять классику. Ну а потом перешли на классику полностью. Знаете, без нотное обучение – это как электричество. Если не соблюдать правила – опасно. Ну а если соблюдать правила – полезно и эффективно. И как у нас с электричеством? О, мы им пользуемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok